Здравствуйте, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас! На нашем вебинаре сегодня мы поговорим про оформление отпусков в программах 1С ERP управления предприятием и 1С зарплаты управления персоналом. Веду вебинар я, консультант-аналитик Галина Гардышева. На экране вы видите наши контактные данные, то есть номер телефона и адрес сайта, на котором можно посмотреть разную информацию и о нашей компании, и справочную информацию, ну то есть достаточно много всего интересного. Сразу хочу попросить вас, ну во-первых, отключить звук на телефоне, во-вторых, сказать, что вебинар записывается, и вы потом можете его посмотреть как бы еще и дополнительно, ну и в-третьих, если у вас возникают какие-то вопросы либо по теме, либо по ходу вебинара возникнут какие-то вопросы, вы можете нам их направить, соответственно, либо по электронной почте, либо по телефону, ну то есть любым удобным для вас способом. В этом случае у нас будет больше времени на ответ вам, и ответ уже, естественно, будет с учетом ваших конкретных обстоятельств и более подробно, поскольку мы не будем лимитированы по времени. Алло. Прошу прощения, если не трудно, отключите звук вашего телефона, потому что я вас слышу и, судя по всему, громче, чем вы меня. Программа нашего сегодняшнего вебинара, вот вы ее видите на экране, мы поговорим не только про работу в программах, то есть мы будем с вами переключаться между конфигурациями ERP и ZOOP, но также будет достаточно много информации именно о нормативной практике, когда возникает больше всего вопросов у бухгалтеров по каким моментам. Ну и, естественно, я буду показывать слайды и показывать, как это выглядит в самой программе. Мы благодарим вас, что вы нашли время, и вы пришли к нам в гости. Очень рады сотрудничеству. Итак, первый момент – это, соответственно, оформление кадровых и зарплатных документов по отпускам. Поскольку здесь достаточно много нюансов, мы будем рассматривать, ну, как бы отдельными блоками. Сначала штатные документы оборота, то есть графики отпусков и так далее. Потом отпуска по уходу за ребенком, отпуска за свой счет, компенсация отпуска при увольнении, штрафные санкции, поскольку с этого года они достаточно увеличены, это, во-первых, а во-вторых, введены штрафы дополнительно за непредоставление, за задержку, оплаты. Ну, то есть достаточно много разных штрафов. И, соответственно, вопросы из практики, с которыми чаще всего обращаются бухгалтера и кадровые работники. Итак, первоначально мы с вами поговорим о штатном оформлении отпусков, то есть когда у нас все происходит в нормальном обычном порядке, без катаклизмов, то есть что мы с вами должны сделать в конце года для того, чтобы в следующем году у нас все было хорошо и красиво. Ну, во-первых, мы должны составить график отпусков. Составляется он в декабре, не позже, чем за две недели до 31 декабря. Это требование Трудового кодекса. График должен быть составлен, утвержден и, соответственно, утвержден подписью директора. И в него должны быть включены все сотрудники, с которыми у нас имеются трудовые договора на этот момент. Если у вас есть льготники, то есть это статья 262.2, тут появилась новая категория льготников. Это сотрудники, у которых 3 и более ребенка в возрасте до 12 лет. То есть, обратите внимание, до 12, а не до 14. Такая категория может просить отпуск в любое удобное для них время, и работодатель не вправе им отказать. То есть, независимо от того, как мы составили график, если этот график их не устраивает, они могут себе выбрать другое время. И, соответственно, даже с учетом технологического процесса, в любом случае, график отпусков проверяют и аудиторы, если у вас, например, предприятие попадает под обязательный аудит, и трудовая инспекция, что уж про это говорить. Ну, то есть все, кому не лень, простите, пожалуйста. И, обращая внимание, независимо от того, что у вас есть график отпусков или вы вдруг забыли это сделать, вы должны известить работника за 2 недели о том, что у него, например, там с 1 июня или с 1 июля начинается очередной оплачиваемый отпуск. И от заявлений тоже работника никто не освободил. То есть на отпуск должно быть заявление работника о том, что прошу предоставить очередной оплачиваемый отпуск с такого-то числа на сколько дней. То есть разрешается разбивать отпуск частями, но при этом одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней. График отпусков обязательно распечатывается и должен быть, ну, как бы, подшит, должен храниться вместе с такими документами, как учетная политика, ну, и другие регламентирующие деятельность предприятия, локальные нормативные акты. То есть, соответственно, положение в оплате труда, положение опримирования и так далее. Обратите внимание, что если у вас отсутствует график отпусков, то трудовая инспекция, ГИД, как сейчас это сокращенно, аббревиатура стала модной, могут оштрафовать на достаточно крупную сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Это статья 5 Административного кодекса Российской Федерации. Сейчас очень сильно уделяется внимание таким именно документообороту по графику отпусков, своевременности выплаты и так далее. Именно оформлению заявлений от сотрудника. Так что обращайте на это пристальное внимание. Сейчас стали применяться новые технологии. И был эксперимент Минтруда кадровый электронный документооборот КЭДО. Эксперимент заключался в том, что, собственно говоря, воспользоваться, то есть перейти на КЭДО могли все желающие. Ну и посмотреть, как это работает, что из этого получается и так далее. Хочу обратить ваше внимание, что КЭДО не касалось электронных трудовых книжек. То есть там, в общем-то, были документы, связанные с работой. То есть замена бумажного документооборота электронным. Ну и, соответственно, взятие под полной контролью государством всех движений, касающихся приема, увольнения, оплаты, предоставления отпусков, например, по уходу за ребенком и так далее. В этом плане, в общем-то, какие-то предприятия переходили на этот эксперимент, какие-то нет, но просто чтобы аббревиатура КЭДО была для вас знакома и вы понимали, что это такое. Возможно, вы ей уже пользуетесь этим электронным документооборотом, но предполагалось, что эта система будет работать с весны 2021 года, но поскольку у нас было несколько волн коронавируса, то это было несколько отодвинуто. Здесь хочется еще один акцент сделать на том, какие сроки для хранения документации у нас сейчас существуют, потому что мы все знаем, что документы приема, увольнения – это у нас 75 лет, то есть длительные, но на самом деле здесь есть еще некоторые тонкости. То есть обратите внимание, что 75 лет – это для документов, которые были составлены до 2003 года. То есть это документы, табличка показывает, какие конкретно документы мы сколько лет должны хранить для облегчения восприятия. То есть документы, которые относятся к кадровому учету, но не входят в состав личной карточки сотрудника. Это хранится 75 лет. Коллективные соглашения о компании, то есть, например, положение о премировании, положение об оплате и так далее. Хранятся 10 лет. Графики отпусков, то есть то, о чем мы говорили немножко раньше, подлежат хранению в течение трех лет. А персональные данные, ну то есть карточки сотрудников, другие их данные, хранятся 50 лет для принятых с 2003 года. И с 2003 года мы храним 50 лет, а те, которые были созданы до этого, то 75 лет. А вот административные документы, то есть приказы, распоряжения, допустим, приказы о премировании, это хранится 60 месяцев, то есть 5 лет. И в случае каких-то проверок с вас эти документы могут затребовать. Ну и естественно, если сотрудник к вам обращается, например, за справкой какой-то для пенсионного фонда, которая была, если он работал до принятия электронного документа оборота. Теперь хотелось бы сказать еще вот какой момент про сами конфигурации 1С. То есть мы с вами будем рассматривать специализированную зарплату управления персоналом, троечку, и ERP. В этой табличке вы видите скрины с этих разделов, где первоначальные настройки задаются. То есть в 1С ERP полностью сохранена функциональность зарплатного блока, который есть в конфигурации зарплаты управления персоналом. Если обратите внимание, вот в первой табличке представлен интерфейс раздела кадры ZOOP, а во второй табличке этот же раздел только в конфигурации ERP. Как вы видите, функционал абсолютно одинаковый, то есть соответственно и функциональность у него одинаковая. Немножко отличается компоновка экрана. То есть в ERP представлен интерфейс такси и раздел кадры. А в зарплате кадры немножко по-другому расположены панели управления. Раздел кадры имеет тот же самый функционал. Сейчас мы с вами перейдем в конфигурацию зарплата и управления персоналом. Вот. И посмотрим, то есть вот у нас раздел кадры. Это то, что я вам сейчас на слайде показывала. И здесь, соответственно, вот весь функционал, то, что у нас можно здесь делать. Хочу обратить еще такое внимание, что и в зарплате и управлении персоналом, то есть ZOOP, сокращенная аббревиатура, и в ERP графики отпусков и делаются, и выводится печатная форма. Ну и, соответственно, с ней можно работать. Ну вот, например, графики переноса отпусков. В этом случае, если мы переходим сюда, мы попадаем с вами в журнал отпусков, и можно зайти в сам документ, посмотреть, что же у нас здесь имеется. Если вы работаете в конфигурации 1С бухгалтерия, то там есть ограничения, там функционал урезанный, то есть там у нас с вами графиков отпусков нет, то есть, соответственно, его нужно будет делать отдельно в файлике, но в бумажном формате, естественно, его нужно будет распечатывать, подписывать и также, как, например, учетную политику, хранить. Если вы работаете в специализированных конфигурациях, то есть ZOOP, ERP, то в этом случае у нас есть вот такой график. Мы можем вывести печатную форму Т7, то есть это будет выглядеть вот таким образом. И обращаю ваше внимание, что сам документ, когда он будет у вас распечатан, в обязательном порядке должен иметь подпись руководителя, должна быть расшифровка должности, например, генеральный директор, его личный автограф и дата утверждения этого документа. Обращаю ваше внимание, что дата, которая вот здесь, дата составления и дата утверждения, ну, они, конечно, могут отличаться ненамного, но это должно быть за две недели до начала следующего года. И, соответственно, здесь мы видим перечень должностей, фамилия сотрудника и периоды, когда запланированы отпускные. Хочу обратить внимание на поле примечания. То есть поле примечания, когда у нас выводится в печатную форму, оно у нас берется вот отсюда. То есть здесь в поле примечания можно вводить дополнительную информацию. Я написала многодетная мать. То есть это как раз отсылка к тому, о чем мы говорили, что это новая категория льготников. Возвращаемся снова к нашим слайдикам. Итак, мы с вами посмотрели, что практически конфигурации одна и другая имеют одинаковый функционал, немножко разница в группировке. И хочу вам сейчас еще показать на примере ERP, чем оно особо отличается. Это, в общем-то, только на компоновке разделов. Ну и, соответственно, немножко другая структура. Если у нас в зарплате и управлении персоналом мы с вами заходили сразу в кадры, можно в настройках, если что-то изменить, то меню настройка. В ERP немножко другая структура. Здесь есть раздел МСИ и администрирование. В этом разделе есть настройки разделов. И здесь, соответственно, есть кадровые и зарплатные. Мы к этим настройкам вернемся немножечко попозже. И, собственно, посмотрим, какие настройки при расчете отпускных нужно или не нужно их использовать, и чем грозит их использование. То есть, соответственно, здесь мы выбираем то, что вам требуется, ну, по вашей специфике проставляем чекбоксы. С некоторыми из этих чекбоксов, ну, то есть вот этих зеленых галочек, нужно быть достаточно аккуратным, потому что они могут принести бухгалтеру лишнюю головную боль. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И теперь посмотрим, ну, вот график отпусков – это то, что я вам сейчас показывала. На примере, например, ERP. Вот мы переходим в кадры. И смотрим графики переноса отпусков и так далее. Здесь у нас, ну, соответственно, если у вас есть несколько юридических лиц, то здесь будет это журнал ваших графиков отпусков. Они здесь будут отражаться. Возвращаемся к слайдам. Ну, то есть обметочка «Отпуск предоставлен». Это значит, что вы уже человека отправили в отпуск. Теперь сам документ отпуск. Как мы его оформляем? К сожалению, мы очень подробно не сможем останавливаться. Ну, скажем так, на ключевых моментах мы внимание заострим, потому что у нас тема достаточно большая. Просто лимит по времени не позволит более детально все рассмотреть. Отпуск. Регистрируется документом отпуск. Значит, здесь, например, в ERP мы переходим сюда. И вот у нас журнал отпуска. Сейчас программа сообразит, куда я надо переключиться. Вот он, наш журнал отпусков. Ну, вот, допустим, откроем компанию «Деловой союз». И здесь у нас мы отправляем в отпуск с 1 июня нашего главбуха, любящего Галину. Что в этом случае мы заполняем в программе? То есть, ну, естественно, закладочка основная, мы заполняем длительность отпуска. Ну, в принципе, если вы работали в программе, вы знаете, что мы можем задать конкретные даты программы рассчитать длительность. Можем задать дату начала и количество дней. Тогда программа самостоятельно рассчитает, по какое число это должно быть. Ну, период работы у меня, поскольку других отпусков в домобазе не было, у меня, видите, период увеличен, то есть два года. Основание. Вот на этом моменте хочу заострить ваше внимание, потому что основание обязательно должно быть заполнено. И в нашем случае, ну, вот у меня в домобазе, к сожалению, нет. То есть, это, соответственно, график отпусков и заявление сотрудника. Теперь снова вернемся в наши слайдики. И хочу поставить вам на экран нормативную базу. Ну, это сначала у нас про НДФЛ. А потом мы снова вернемся к заполнению карточки, заполнению документа отпуска. Ну, во-первых, хочу напомнить, что отпускные мы должны выплатить человеку за три дня до отправления его в отпуск. Соответственно, поскольку эта выплата будет отражена в отчете 6 НДФЛ, то это нужно учитывать. Ну, чисто на практике удобнее всего не ждать окончания месяца и переводить отпускные общие суммы, а удержать НДФЛ конкретно с выплаты отпускных. Немножечко напомню про НДФЛ. То есть, в этом году вы уже сдавали НДФЛ по новым формам и по новым правилам. То есть, теперь у нас декларация подается раз в год. К декларации 6 НДФЛ прикладываются справки 2 НДФЛ. Ну, и сейчас у нас будет отчетность за первое полугодие в июле. То есть, мы должны будем сдавать отчетность за период апрель-июнь. Ну, естественно, если у нас сроки попадают на выходные, то срок сдачи передвигается. И обратите внимание, что сейчас эта информация появляется на портале госуслуги. Ну, естественно, после того, как налоговая инспекция ее обработает. Но, в принципе, где-то чисто декларативно это в течение года. А не декларативно на практике это где-то 2-2,5 месяца. Это, с одной стороны, облегчает жизнь, потому что сотрудник теперь может не запрашивать у бухгалтера справки. Там 2 НДФЛ, например, если ему куда-то надо их предоставить. Ну, например, банки часто запрашивают при рассмотрении кредитных заявок для оформления налогового вычета в налоговую инспекцию. Ну, то есть, по разным основаниям человек мог запрашивать у бухгалтера эти справки. Сейчас этого делать не надо. Но, именно при выплате отпускных, чтобы 6 НДФЛ формировалось корректно со всеми нормальными датами, то лучше, конечно, переводить и отпускные, и удержанные с них НДФЛ одной датой. Теперь поговорим, что у нас возникает, какие возникают сложные ситуации. То есть, первая такая достаточно ситуация, которая вызывает много вопросов, не сказать, чтобы она очень сложная, но, тем не менее, вопросов бывает много. Это когда, например, человека отправили в отпуск, у него в отпуске он заболел, оформил больничный листок. С 2022 года больничные листы оформляются только в электронном виде, и поэтому, соответственно, ждать, когда человек вдруг не выйдет на работу после окончания отпуска, и потом разыскивать, что с ним приключилось, теперь не нужно, потому что ФСС уведомит вас о том, что открыт больничный листок. И в этом случае что мы должны будем сделать? Значит, здесь, возможно, два варианта действий, как мы можем действовать. Сейчас мы рассмотрим один вариант, а про второй, поскольку он, в общем-то, немножко, ну, несложный в оформлении, но вызывает достаточно негативные последствия для отчетности и для работы бухгалтера, мы по нему пройдем, но уже не будем так плотно останавливаться. То есть первый вариант – это когда человек заболел в течение отпуска, вам пришло уведомление от ФСС о том, что у него оформлен больничный лист. Значит, как мы оформляем сам отпуск, я вам уже показала. То есть это документ отпуск, в котором мы заносим все данные, ну, то есть, соответственно, когда мы планируем его выплатить, то есть должно быть три дня. То есть, например, если человек уходит в отпуск с понедельника, то в идеале мы ему деньги должны перечислить в четверг. Ну, если мы перечисляем ему в пятницу, то здесь уже может быть спорная ситуация, когда человек будет настаивать на том, что мы ему за один день должны компенсацию за задержку рассчитать. Сам документ отпуск. Сейчас мы с вами смотрим его на базе ERP, потом еще переключимся на ZOOP, посмотрим, как там. То есть на закладочке основной задаются основные параметры. Если к этому отпуску привязаны какие-то дополнительные отпуска, ну, например, отпуск за свой счет, то можно сделать. И закладочки начислено подробно и продление переноса отзыва. То есть если у нас появился больничный лист, то на закладочке продление переноса отзыва он должен быть указан. Но на закладочке дополнительно, это если вы отражаете каким-то, ну, не совсем стандартным образом, вы можете выбрать здесь уже тот вариант, который для этого сотрудника подходит или для этого подразделения подходит. Ну и, соответственно, дальнейший алгоритм обработки этого документа в программе будет немножко иным. Сам по себе документ несложный. Напоминаю, что он должен иметь под собой обоснование. Это заявление сотрудника. И по-хорошему, чтобы к вам никто не мог придраться, нужно, чтобы было уведомление о предоставлении этого отпуска. Сейчас я этот документ закрою. Так, и мы с вами снова вернемся к больничным листам. То есть, поскольку вот в электронном виде уведомление от ФСС сейчас поступает, то мы уже можем не гадать, что с человеком приключилось, то ли он запил, то ли он улетел в Тимбукту вместо Караганды. Но смысл в том, что мы сейчас уже сразу можем проставлять причину, по которой он отсутствует. Самый идеальный для бухгалтера вариант, естественно, когда это все происходит в течение одного месяца, например. То есть, месяц начисления и месяц больничного совпадают. В этом случае мы должны человеку добавить к отпуску дни, которые он потерял на больничном листе. Значит, в этом случае что мы должны сделать? То есть, что в одной, что в другой конфигурации это выглядит одинаково. То есть, мы должны зарегистрировать факт отсутствия сотрудника на работе. В этом случае мы используем документ отсутствия, то есть болезнь, прогул или неявка. Располагается это в разделе кадры, все отсутствия или все кадровые документы. Давайте посмотрим это дело на примере ERP. Кадры. Отсутствие болезни, прогул или неявки. То есть, переходя в этот подраздел, мы попадаем в журнал таких документов. Ну вот, я заранее нашу Любяшеву, уже такой документ ввела. Что мы здесь делаем? То есть, здесь мы заполняем, с какого, когда был введен этот документ, с какого, по какое у нас человек отсутствовал. И дальше выбираем причину отсутствия, то есть, болезнь. Больничный еще закрыт или не закрыт? Обратите внимание, практически очень во многих местах есть вот такая удобная тематическая подсказочка. То есть, по вопросительному знаку мы можем посмотреть, в каком случае мы выбираем причину болезни. То есть, это тогда, когда больничный лист еще не закрыт. Если больничный лист уже представлен к расчету, тогда мы этот шаг пропускаем и вводим документ в больничный лист. Ну, а если, соответственно, не было уведомления от ФСС, и мы не знаем, в чем причина отсутствия, то тогда мы выбираем отсутствие по невыясненной причине. Вот этот документ создает достаточно много сложностей, когда идет переход периода. То есть, например, зарплата, когда отпуск начислен, рассчитан и перечислен в текущем месяце, а больничный лист, например, уже в следующем месяце. То есть, для того, чтобы при расчете заработной платы у нас дни больничного не попадали в начисление вместе с отпускными, то вводится вот такой документ как отсутствие. Тогда этот период сторнируется из начисления, ну и, соответственно, дальше уже в зависимости от того, что происходит дальше. Это вот такие вот подсказочки. И при расчете начисления обязательно нужно зайти сюда и посмотреть, что у нас здесь должно быть. Ну вот отсутствие болезни больничный еще не закрыт. Давайте снова с вами вернемся к нашим слайдам. То есть, соответственно, мы зафиксировали отсутствие работника на рабочем месте. Когда может не потребоваться этот документ, я уже сказала. То есть тогда, когда у нас период без перехода и без закрытия отчетности, например. Напоминаю, что запускается этот документ из раздела кадров. Вот сейчас мы с вами смотрим на скриншоте из ЗУПа. Не по ERP, а в ЗУПе тоже самое. Раздел кадры. Все отсутствие сотрудников. И дальше открывается уже конкретно журнал. И по кнопочке «Создать» мы выбираем то же самое меню, которое мы видели в ERP. Отсутствие болезни прогул, неявка. Ну и дальше, естественно, опять повторяем. Заполняем документ. То есть фактически программа получает ту же информацию, которую я вам показывала в ERP. Значит, что мы должны сделать, когда мы имеем больничный лист? Мы должны, во-первых, представить сведения ФСС о том, что больничный лист закрыт. Ну, соответственно, дать ФСС информацию о том, что у нас начислено. Повторяю, что первые три дня, так же, как и было в бумажных больничных, первые три дня оплачиваются за счет работодателя, а остальное идет за счет ФСС. Но поскольку сейчас это уже немножко изменился порядок расчетов с ФСС, то есть оплата от ФСС идет напрямую работнику, минуя работодателя, то, соответственно, и поскольку больничные листы у нас электронные, то информация о том, что закрыт больничный лист у нас поступает от ФСС. И на количество дней больничного листа мы должны увеличить отпуск, то есть перенести дни отпуска, продлить дни отпуска. Каким образом это нужно сделать в программе? Вот здесь появляется первая хитрость, которую нужно учитывать. То есть в настройках и ЗУПа, и ЕРПи есть такой режим, который активирует сторнирование, отпуска, когда у нас пересечение периодов больничного листа и отпуска. Сейчас я вам покажу слайдик, где это находится, чтобы зрительно было более наглядно. И потом перейду, вот посмотрим сначала в ЕРПи, потом пойдем дальше. НСИ и администрирование, кадры. И дальше у нас открываются настройки, которые касаются кадрового учета. И мы спускаемся ниже. Упс, извините. Выбираем расчет заработной платы. Немножко не туда ушла, прошу прощения. Выбираем расчет заработной платы. И вот он наш флажок. То есть здесь есть настройка сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов. В инструкции 1С указывается, что разработчики, то есть компания 1С, рекомендует этот флажок не выставлять. Но, естественно, если для вас, если у вас нету каких-то жестких требований, что обязательно нужно применять именно такой алгоритм, то вот этот флажок лучше не выбирать, потому что в этом случае у нас будет происходить сторнирование. Про последствия этого алгоритма расчета мы поговорим чуть-чуть позже. Но вот он как раз-таки для бухгалтерского учета и налоговой отчетности более проблематичен. То есть мы предполагаем, что первоначально у нас здесь флажок не стоит. И мы не сторнируем начисление отпускных. Я сейчас оставлю у вас на экране вот этот, так сказать, нормативный блок и немножечко расскажу, почему вот к этой надо относиться осторожнее. Потому что вот представим ситуацию, когда у вас человек уходит в отпуск. То есть вы рассчитали ему отпускные, перечислили, удержали НДФЛ. И, например, вот он ушел у вас в отпуск, ну, например, там 28-29 числа текущего месяца. А в следующем месяце вы сдаете отчетность. То есть вы закрыли месяц, и у вас, например, это был июнь. То есть вы в июле уже сдаете отчетность тогда, когда человек находится в отпуске. И приходит у вас уведомление, вы сдали персонифицированный учет, сдали ФСС. И приходит уведомление о том, что человеку открыт больничный лист. В этом случае у вас получается, что если мы проставили флажок сторнирования при пересечении, то нам необходимо сторнировать дни отпуска, начислить больничный лист, пересчитать начисление отпуска в этом периоде, в следующем периоде, больничный лист тоже самое, и подать корректирующую отчетность, потому что у вас изменились начисления. То есть, соответственно, это возникает дополнительно достаточно такая трудоемкая и кропотливая работа. Еще хочу обратить внимание на такой момент, что если больничный лист выписан на самого работника, то никаких проблем не возникает, вы все это делаете. А вот если у него больничный лист по уходу за больным членом семьи, либо по карантину, то в этом случае отпуск не сторнируется. И, соответственно, за дни такого отпуска, за дни, когда идет пересечение с таким больничным, оплата должна рассчитываться по-другому. Ну, соответственно, в самой программе у вас будет подсказочка о том, что пересекаются периоды на закладочках «Главная» и на закладочке «Оплата». Давайте посмотрим, как это выглядит на слайдике. То есть у нас в документе «Отпуск» мы вводим на закладочке «Продление, переносы и отзывы». Мы вводим информацию про больничный лист. Мы с вами уже смотрели это на самой программе. И когда мы будем пытаться провести и закрыть этот документ, выскочит подсказочка, что продление отпуска, продлить основной отпуск. Мы говорим, что да. Если по какой-то причине основной отпуск мы продлить не можем, то есть не можем прибавить дни больничного листа к текущему отпуску, в этом случае работодатель должен согласовать с работником период, на который должен быть перенесен, ну, перенесены вот эти вот дни больничного листа. Еще немножко нормативной информации. То есть мы исправляем документ «Отпуск». И после этого программа, что ЗУП, что ЕРП, автоматически рассчитывает пособие по больничному листу. Ну и, соответственно, рассчитывает подоходный налог с этой суммы. В нашем документе, когда мы с вами смотрели отпуск, мы делали отсутствие на рабочем месте, то есть делали отдельный документ. Соответственно, периоды отсутствия в этом случае автоматически вычитаются из отпуска. Если это все в одном периоде, то мы можем этот документ и не делать. Я уже об этом говорила, на всякий случай повторяю. Значит, если мы снова посмотрим документ «Больничный лист», смотрим на программе ЕРП, где у нас находится больничный лист. Это уже под меню «Заработная плата», «Зарплата», «Больничные листы». То есть, опять же, если мы переходим таким вот образом, мы с вами попадем в журнал «Больничных листов», где уже есть конкретные больничные листы. Вот то, что я делаю на нашего главбуха. И здесь уже на закладочке «Оплата» у нас идет пособие. На закладочке «Начислено подробно» идет расшифровка, что три дня за счет работодателей, и дальше «Больничный лист» уже за тот период, который попадает за счет ФСС. Сведения для ФСС, ну, у нас сейчас прямые выплаты. И если мы должны отправлять это все в ФСС, то мы можем перейти по ссылке и попадем уже именно в документацию, которая готовится для отправки в ФСС, для того, чтобы ФСС могло начислить больничные пособия. И если у вас правильно заполнены все справочники, то есть справочник на сотрудника заполнен полностью без пропусков. То есть, видите, у меня не заполнен, здесь СНИЛС. Значит, в карточке сотрудника, вот он мой СНИЛС, отсутствует. То есть, соответственно, нужно обращать внимание на то, что когда кадровики заполняют данные, чтобы все сведения о сотруднике, которые присутствуют в карточке, были заполнены, тогда не возникает проблем, особенно по адресу. Тогда не возникает проблем при составлении сведений реестров, допустим, для ФСС. Почему я сделала акцент на адресе? Потому что если у вас что-то пропущено, то будет вот такая картинка. То есть, видите, у меня не заполнены все сведения, поэтому для того, чтобы сформировать отчетность в свой, допустим, ФСС, мне нужно последовательно заполнить опять эту же информацию еще раз. Если бы у меня все было заполнено, у меня бы здесь подтянулась информация автоматом. То же самое про паспорт, кем выдан и так далее. То есть, паспортные данные. И идентификатор по ФИАС. То есть, раньше у нас информация была по кладрам, и сейчас информация в больничных листах для ФСС должна указываться в ФИАСе. Если у вас вдруг для сотрудников это не заполнено, то нужно лезть на сайт ФИАС и, допустим, заполнять, дополнять карточку этими данными. Так, здесь нам больше пока ничего не нужно. Еще обратите внимание, бывает такая вещь, то есть, дата составления документа, обращайте на нее внимание, потому что теоретически, если, например, сотрудник вам своевременно предоставил, то все хорошо. А если вдруг это делается задним числом, то эта дата должна соответствовать реальности, то есть, поддержание легенды должно быть на нужном уровне. Снова вернемся к нашим пиктограммкам. Это я вам показала в самой программе, на слайдике у нас, видите, закладочка «С пересчет прошлого периода». Отсутствие по болезни – это если больничный еще не закрыт. То есть, закладочка начислена подробно и пересчет прошлого периода. Есть второй вариант расчета больничного листка, то есть, если не продлевается отпуск на дни, которые совпали с периодом нетрудоспособности. В этом случае мы выбираем закладочку «Продление переноса отзыва». И в качестве период нетрудоспособности мы указываем больничный лист, то есть то, что стало основанием для внесения переноса. И в этом случае закладочка «Перенос прошлого периода» сторнирует отпуск полностью. А на закладочке «Начислено подробно» отпуск начисляется заново. То есть это второй вариант алгоритма. Если человек захочет воспользоваться этим отпуском, то нужно будет делать еще один документ «Отпуск» и уже, соответственно, будут рассчитываться его начисления, исходя из нового среднего заработка, который уже будет учитывать новый период. Достаточно много тонкостей возникает, казалось бы, на тривиальной задаче оформления отпуска за свой счет. То есть здесь все тоже не так уж просто. Есть категории работников, которым работодатель обязан предоставлять дополнительный отпуск и кому он не может отказать в предоставлении такого отпуска. Я уже говорила, новая льготная категория – это те, кто имеет трех детей в возрасте до 12 лет, работники, которые имеют деток инвалидов в возрасте до 18 лет, одинокие родители. Ну, соответственно, если работники осуществляют уход за членами семьи или другими родственниками, которые являются инвалидами и так далее. То есть вот на экране вы видите перечисление тех, кому такие отпуска положены. Значит, такой отпуск за свой счет законодательно должен быть до 14 дней. Но если работодатель и работник идут друг другу навстречу, то в этом случае отпуск может быть и дольше на любое количество времени. Вот здесь хочу сразу отметить, что, например, бывают ситуации, когда нулевая компания или спящая компания отправляет директора в отпуск за свой счет на год, на два, на три и так далее. Вот в этом случае налоговых последствий теоретически не возникает, потому что не возникает начисления заработной платы, не возникает начисления, соответственно, страховых взносов и так далее. Все кажется хорошо и замечательно. То есть санкций никаких не предусмотрено. На практике ситуация немножко выглядит по-другому, потому что если это, например, ну, грубо говоря, кладовщик или какой-то другой работник, в этом случае доказать, что он работал, бывает проблематично, что он не был в этом отпуске, а работал. А вот если дело касается руководителя компании или главного бухгалтера, то вот в этом случае на практике происходит таким образом. Поднимаются, то есть, ну, в зависимости от того, кто проверяет, налоговые органы, пенсионные, фонд, соцстрах, поднимаются данные по банковским операциям, и если за период, когда человек находился в отпуске за свой счет, проходили какие-то финансовые документы, которые подписывались его ОЦП, или были какие-то другие операции, которые фиксируются, то в этом случае считается, что сотрудник не находился в отпуске, что он выполнял свои должностные обязанности, в этом случае доначисляется заработная плата, либо согласно штатному расписанию, либо согласно аналогичным должностям в аналогичных отраслях. Ну и, соответственно, с этого начисления считаются полностью взносы, считаются штрафы, считаются пени, и предприятие получает достаточно большой штраф за все эти доначисления, поэтому именно на руководителей нужно обращать особое внимание. Если он выходил на работу, если есть у вас платежные документы, например, что вы его в январе отправили в отпуск на год, а он, допустим, подписывал заработную плату в марте, в июне и так далее, то проще на дни, когда приходились эти платежи, оформить отсутствие отзыва из отпуска с какой-то оплатой и, соответственно, насчитать с нее копеечные взносы, чем потом разбираться со штрафами, с пенями и так далее. Что у нас происходит, если мы оформляем отпуск по уходу за ребенком? Тоже достаточно распространенная ситуация. В ЕРП это располагается в разделе кадры отпуска по уходу и возврату из отпуска. То есть это вот следующий пункт за тем, который выделен. Какие здесь у нас есть тонкости? На самом деле здесь основная тонкость в том, что к отпуску по уходу за ребенком привязано получение пособия. То есть пособия по уходу за ребенком, например, в возрасте до трех лет. Соответственно, во-первых, должно быть обязательно заявление работника о том, что прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком с такого-то числа. В этом случае мы ничего не нарушаем. А если работник написал заявление, что прошу выплатить пособие по уходу за ребенком с такого-то числа, но нету заявления на отпуск, вот в этом случае возникает юридическая заковырка, когда предприятие может получить штрафы. Еще один момент, когда отпуск, допустим, за свой счет, но сотруднику, который, ну, например, муж работницы, то есть мужчина, у которого родился ребенок, ему должны предоставить отпуск за свой счет по умолчанию. Значит, в этом случае есть категория граждан, которым предоставляется отпуска, даже если работодатель не согласен, то есть отпуск за свой счет он обязан предоставить. В этом случае, ну, например, при рождении ребенка или если сотрудник вступает в брак, то есть у него свадьба, либо на похороны, если близкий родственник, смерть близких родственников, в этом случае предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, но не более пяти дней, это законодательно. Ну, естественно, если работодатель не возражает, то он может быть и больше, больше длительности. Оформляется это тоже отпуск без сохранения заработной платы и основание вот указывается здесь уже какой конкретный случай. Вот сейчас вы на экране видите, вот они, перечень работников, которые вправе требовать отпуск определенной продолжительностью по законодательству, то есть кому работодатель не может отказать в предоставлении отпуска за свой счет. Часто бывает ситуация, когда женщина, например, у нее заканчивается отпуск по уходу за ребенком, ну, например, до трех лет, и она просит сделать, отпустить ее в отпуск без оплаты, то есть отпуск за свой счет, ну, там на какое-то определенное количество дней. Такие ситуации тоже бывают часто, оформляются они абсолютно так же, как и все остальное. Я хочу вот на этом списке обратить ваше внимание на, во-первых, государственные и муниципальные служащие, то есть это в этом случае им может быть оформлен отпуск без сохранения заработной платы на один год. И второе – это работающие пенсионеры, потому что у нас как-то в последнее время все льготы, повышения и все остальное касается неработающих пенсионеров, но вот здесь перечислены именно работающие. И еще одна тонкость, которая связана с отпусками за свой счет. Значит, при расчете, например, следующего отпуска или при учете стажа, учитывается отпуск за свой счет в размере 14 дней. И, соответственно, если вы оформили человеку отпуск один год, то при расчете следующего отпуска, оплачиваемого, у него при расчете среднего заработка войдет только 14 дней. Все остальное, естественно, не будет принято во внимание. Теперь еще один момент – это еще один вид отпуска, точнее, не отпуска, это компенсация отпуска при увольнении. В принципе, достаточно частая ситуация. Что мы здесь должны сделать? Ну, во-первых, нужно проверить настройки, которые касаются состава начислений и удержаний. То есть, соответственно, раздел удержания. Нужно, чтобы стояла отмяточка «Сторона начислений» и «Уменьшение налогов и взносов». То есть, если мы, например, когда человек увольняется, мы должны ему выплатить компенсацию неиспользованного отпуска, но у нас человек, например, ходил в отпуск, у него там 2 или 3 дня оказалось перебор, то есть он рассчитывал, что он доработает до конца года, а оказалось, что он увольняется раньше. В этом случае должно быть начисление сторнировано и, соответственно, уменьшены налоги и взносы. В принципе, особых сложностей именно при начислениях, при компенсации отпуска, в общем-то, у нас нету. В зупе это мы делаем раздел «Настройка и начисления». Ну, в этом случае начисления будут отражаться за знаком «Минус», ну, как обычная сторона. И о чем еще хотелось бы сказать, это вот о том, что у нас в этом году достаточно сильно ужесточились правила, ну, во-первых, по оформлению, во-вторых, штрафные санкции. То есть, соответственно, если мы нарушили выплату, срок выплаты, либо отпускных, либо компенсации, то в этом случае предусмотрена и административная ответственность, и финансовая ответственность, вплоть до уголовной. То есть, напомню, что если, ну, там какие-то злостные нарушения задержки зарплаты и так далее, не только отпускных, но и заработной платы, то компания, во-первых, должна выплатить компенсацию за задержку, а во-вторых, предусмотрены штрафы на руководителя фирмы от 10 до 20 тысяч, на ЭПИСТа от 1 до 5 тысяч, на юридическое лицо, обратите внимание, 30-50 тысяч. Если это повторное нарушение, то штрафы увеличиваются на директора до 30 тысяч, на ЭПИСТа тоже до 30 тысяч, и на компанию работодателя до 100 тысяч. Либо отстранение от работы руководителя, либо уголовная ответственность до 3 лет. Еще хочу обратить ваше внимание на два тоже как бы ужесточения. Первое, что с этого года несвоевременная отчетность в статистику либо непредоставление отчетности в статистику тоже попадает на штрафные санкции, достаточно серьезные, от 20 до 70 тысяч. И, соответственно, если вы попадаете, ну, вы сдаете отчетность в статистику, например, по сотрудникам, то на это нужно обратить внимание и помнить об этом. То есть по статистике можно зайти на их сайт и проверить, все ли вы сдали вовремя, все ли у вас в порядке в этом плане. А второй момент, который при работе с заработной платой тоже надо иметь в виду, это то, что с этого года приняты изменения, которые, ну, в общем-то, развязывают налоговые инспекции руки. То есть перечень положений, по которым налоговая отчетность может считаться не быть непринятой. То есть вы подготовили отчетность, вы сдали ее, например, через электронные каналы связи, там СБИСТ, Тензор, Астрал, ну, неважно, какую программу. У вас прошло уведомление, что она принята налоговой инспекцией, а потом через месяц или через два вам приходит уведомление, что ваша отчетность не принята со всеми вытекающими последствиями. Значит, чтобы этого избежать, нужно внимательно, ну, во-первых, отслеживать, а во-вторых, проверить, когда попадает ли ваше предприятие, бывают ли у вас такие ситуации, когда по критериям вы попадаете под то, что вам могут отказать в отчетности. Но то, что касается зарплаты, это в первую очередь нарушение контрольных соотношений, когда такое часто возникает, когда у вас идет округление, то есть там за копейки. Например, расчет по персонифицированному учету на какие-то копейки отличается от РСВ. То есть это то, на что стоит обратить особое внимание. К сожалению, время у нас уже подошло к концу, поэтому разрешите поблагодарить вас еще раз за то, что вы пришли к нам, напомнить про наши координаты. То есть мы будем рады оказать вам помощь и при внедрении, и при настройках, и при каких-то, если может быть, вам потребуются доработки. То есть весь спектр работ, которые выполняет наша компания, мы будем рады предложить вашему вниманию. Вот это вы видите, наша электронная почта, телефон, по которому можно с нами связаться, и сайт, на котором можно посмотреть информацию справочную и комментарии, статьи. То есть мы будем рады вам помочь, будем рады сотрудничеству. Еще раз благодарю вас. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok